Приветствую вас, и если говорить о благодарности, то в первую очередь она является следствием, так сказать, неизменным атрибутом воспитания человека. Итак, воспитание человека, как феномен, является результатом освоения им определенных культурных ценностей и традиций. А также, что немаловажно, присвоением их, то есть человек вначале присваивает свои культурные ценности, поведенческие нормы и так далее, а потом их преобразует. То же самое и здесь. А благодарность является средством для того, чтобы показать, насколько вы цените то, что делают для вас другие люди. Например, если вам где-нибудь уступили место, то только вам мешать поблагодарить человека за это или нет. И благодарность, она актуальна тогда, когда человек делает что-то для вас бескорыстно, не стремясь что-то получить взамен. Если человек делает что-то для вас, и вы точно знаете, что он делает это по большей части для себя, то помогать, чтобы быть благодарным нему за это, конечно же, не стоит. Благодарность – это обратная связь к человеку для того, чтобы он понимал. Его поступок оценили, его поступок заметили, и он получил за него благодарность. На самом деле, недалеко не за все нужно платить. Это ошибочная формировка. Яркий тому пример некоторые бизнесмены, олигархи и так далее. Хотя и они тоже, наверное, согласятся с тем, что за все нужно платить. Я думаю, что основная проблема заключается в том, что от вас, видимо, требовали что-то такого, чего вы не хотели. От вас нас сильно требовали благодарность и самоотдаши. Хотя в действительности вы считали, что быть благодарным – не за что. И здесь очень много упирается в ваше личное восприятие того, что для вас делают. Например, человеку будет приятно, если вы поблагодарите его за уступку места в том же общественном транспорте. Но если вас это не волнует, или если вы считаете, что так и должно быть, то благодарить его не нужно. Вы вольны делать это только тогда и только так, как сами считаете нужно. Думаю, что благодарность никак не связано с положительным действием. Положительное действие человека, оно безусловно, так как про условное мы уже сказали. А раз действие безусловно, то человек не надеется на благодарность. Но если вы хотите сами для себя, чтобы этот человек продолжал делать так же, если вы ощущаете, что он действительно сделал добро, то было бы справедливо. Именно справедливо, потому что справедливость каждый понимает по-своему. Ему чем-то отплатить. Улыбкой, взглядом, благодарностью, словесной и так далее. Но это только лишь ваше право. Человек единственная польза этого в том, что человеку будет приятно, который вам по сути дела вот так вот, ни с того ни с сего, сделал что-то хорошее. И все. Если вам не хочется, не нужно. Если вы чувствуете, точнее, не чувствуете порыва к тому, что вы благодарите человека, не делайте этого. Не нужно себя ломать. И не нужно слушать тех, кто что-то говорит. Каждый действует так, как ему велит внутренняя интуиция, как ему велят его ценности, его идеалы, его воспитания, его взгляды и так далее. И если ваше воспитание, взгляды, говорит о том, что именно этого человека благодарить не стоит, потому-то, 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 не благодарите. Но если вы чувствуете, что не поблагодарив человека, вы испытываете угрызение совести, значит, поблагодарить все же нужно было. Потому что вас, говорят, привиты из детства или глубинные установки, которые как бы сигнализируют вам о том, что вы поступили неправильно. И в следующий раз все-таки поблагодарите. Поверьте, это не так сложно. Формулировку, которую вы приводите здесь, моделируем какие-то события, когда они происходят, платим благодарности, отдаем ее, вообще говоря, мне не очень понятно. Раз мы моделируем какие-то события, то мы и благодарить, получается, должны самих себя. Раз мы благодарить, раз мы моделируем события. Если для нас кто-то моделирует события, то опять-таки возникает вопрос, а почему этот человек делает? Вот, знаете, говорят, а ты почему мне помог? Ну, просто так. А, ну, тогда спасибо. А если человек сказал, что я помог тебе, там, для того-то, для того-то, ну, как бы, то возникают реагичные вопросы. А я тебя просил? Нет. А я тебе ничего не должен. Вот и все. То есть, понимаете, не всегда на то, что для вас делают, можно и нульно реагировать благодарностью. Нужно понять, стоимо, для чего человек это сделал. И лишь потом уже решат, благодарить или нет. Если вы чувствуете, что вы именно что-то отдаёте, то есть, насильно себя заставляете проявлять позитив, то значит, сами внутренне, по своим ощущениям, вы не считаете, что за это нужно благодарить. Тогда это не нужно. Тогда не стоит этого делать. Вообще говоря, лучшее, что вы можете сделать, для своего собственного внутреннего комфорта, это, наверное, доверять своим ощущениям. Вот есть порыв сказать человеку спасибо за что-то. Скажите. Вам не сложно, вам будет приятно, и человеку будет тоже приятно. Почему? Потому что, а когда вам дают позитив, то позитивная эмоция, позитивное переживание, как и негативное переживание, кстати, тоже, требуется пережить. Его требуется выразить. И позитивное переживание, в данном случае, вы выражаете. Вы выражаете его в том, что человеку благодарит. Если этого не сделать, то оно у вас осядет, оно будет как бы невыраженным, и останется чувство какого-то вот, ну, какой-то незаконченности, что ли. Останется ощущение, что что-то, вот, ну, что-то не так. Потому что переживание не было выражено. И вы обязательно его выразите. Но потом. Вы обязательно скажете кому-нибудь, расскажете или как-то еще рассвидетельствуете такое событие. А вот ты знаешь, мне там человек один помог. Я так не ожидал, что даже, например, не сказал ему ничего. То есть переживание свое вы все равно выразите. Но оно выразится неестественно. А если вы хотите неестественно выражать свои переживания, то лучше сделать это в тот момент, когда это происходит. Как, например, нормально кричать от боли, если вас там ударили или что-то еще. Переживание необходимо выражать. Это залог здоровой физики и устойчивой нервной системы. Наверное, именно так можно определить психологическую пользу благодарности. Для вас это выражение эмоций, выражение переживаний и законственность этих переживаний. А для того, кто помог, это подтверждение того, что он делал не зря, и все добро, которое, собственно говоря, человек и сделал, свершинист. Потому что, когда постоянно делаешь то-то добро, какое-то добро, да, постоянно делаешь, 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 и не видишь, а обратно связишь, становится сложно. Сложно сохранить тот самый нас свой. И каждый раз, когда вы благодарите такого человека, человека бескорыстного, человека душевного, вы, по сути дела, увеличиваете количество тех, кому он поможет. Вы продлеваете деятельность, продлеваете жизнь тому, что человек делает. Почему? Потому что принимать благодарность приятно. Когда тебя благодарят, это очень приятно. Это заставляет чувствовать себя значимым, это заставляет чувствовать себя нужным, это заставляет чувствовать себя полезным. И если вы благодарите кого-то, то можете быть уверенным, что человек в следующий раз сделает так еще раз. Просто ради такой же благодарности, которая вам и другим людям не стоит ничего. Но для человека это очень важно. А может быть, он будет делать не ради благодарности, может быть, будет делать ради своей идеи, а благодарность будет идти приятным бонусом и пониманием того, что человек сделал правильную вещь, он правильно помог. И здесь еще один немаловажный момент. Иногда люди, помогая, сомневаются в том, что их помощь правильная и верная. И благодарность, как бы, подпредставить, что человек верно прочувствовал потребность того, кому он помог. И в этой ситуации благодарность служит, как бы, ориентиром человека, ориентиром человеку для дальнейшей помощи. Человек становится более опытным в оказании данной помощи. И совершенствуя себя в ней, оказывает помощь более качественную, с меньшим количеством затрат. То есть, по сути, благодаря такому человека, вы помогаете ему в этом совершенствоваться. И если вы главной ценностью считаете добро, если вы хотите, чтобы добра было больше, то вы, естественно, будете благодарить таких людей, чтобы они продолжали свою деятельность. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!